Ну вот, доброе утро. К сожалению, планы поменялись, да. Тур, который мы планировали до побережья, накрылся, потому что дети окончательно заболели, кроме нашего. В смысле Давиду тоже? В смысле вы не знаете? Давиду? Возьми ты. В смысле, вы не знаете, еще Давиду тоже ночью поплохело, его стало тошнить, и сейчас Сима с утра вроде ему стало лучше, но папа сказал, что можно ему чуть огурчик съесть или этого самого хлеба. Он буквально съел два кусочка огурчика, вкусного хлеба, и ему потом опять как-то все это вышло. Либо чем-то траванулись, либо, ну не знаю. Ну, в общем, вот так вот. И сейчас мы идем на пляж, пока в подверженном состоянии, и я Диме говорю, что давай тогда либо поехали в город гулять, либо пойдем в аквариум, здесь есть рядом. Ну, Гедас надеется, что ему станет, Симасу станет лучше после обеда, и что мы все-таки куда-то, так сказать, да, да, что мы после обеда куда-то сходим, вот съездим, потому что машину мы уже зарезервировали, машину мы уже оплатили, машину уже взяли. Костя, так что как-то так вот. Ну, пойдем сейчас искупаемся по песок, здесь галька, вот такая, и должна быть поэтому очень прозрачная вода, но здесь довольно сразу глубоко становится, поэтому Костя должен быть в жилете. Офигенный, мне здесь очень нравится пляж, даже больше, чем там, потому что здесь мелкие-мелкие камушки, они не больные, не больно, понимаете, и безумно чистая вода, посмотрите, вон рыбки плавают. За счет того, что тут нет куста, офигенно, и такая теплая вода, просто не вылазить не хочется, но надо, потому что у нас кое-кто покашляет, и у нас такие планы появились, может быть, пойти в аквариум прогуляться. Вот, пока хотя бы, да, вот, тех же самых двух, трех часов, да, вот, давай, Костя, пошли, пошли, потому что быстрее, чем мы придем в аквариум, я так понимаю, что он здесь очень большой, что там гулять, не перегулять, ну, так что нам нужно сейчас идти. Пойдем смотреть акулу. Да. Пока они пошли в душ, покажу мелочевку, которую мы вчера ничего не купили, мы в торговца зашли, короче, ничего не успели, детей просто сдали в этот самый, в зоопарк. Детскую комнату, и реально, зашли в один магазин и все. Но я купила, я очень хотела, хвалили, вот такая пшикалка для детских волос, для расчесывания, вот, у меня лиски, потому что она очень кучерявая. И вот именно что, для кудрявых волос шикарная штучка, в зоопарке две. Еще я очень люблю лавандовый чай, но у меня он, который заваривается, засыпается. А здесь в пакетиках вот взяла лавандовый чай. И все, это все, что мы купили. А, еще я купила и шоколадку себе попробовать. Такие никогда не ела, такой со вкусом чизкейка и карамельная, Несса. Несса, в общем, вот. Несса, Несса, наверное, называется, правильно. Кстати, да, моцаревное слое называемое, слоя. И все. Ну, у нас, правда, шопинг задуман на завтра. Ну, вот, мы переоделись, и мы идем. Они такие твердые, как фасоль, а потом и такие стынеются. Прикольно, да? Мы выйдем в эквапарк. Ой, в эквапарк, в аквариум, в аквариум. Один из самых больших европей. Вот. Там затоплено всякого, всего чего только можно. Деньги взял, с этим? Да, деньги взял. Так что, посмотрим. Вот, а такси, она не понравилась, которая нас везла назад и обратно. Мало того, что он взял, истас, больше. Не 300, лир, а 300 лир, или нет? Ну, не 300, да, не 200, ладно, там, 250, а 300 лир турецких. Это он еще взял, там, налог впаял под завтра. То есть мы платили карты? Какой налог? Карты, да, да, вообще непонятно. Надо быть, мы платили бы, там, ну, долларами или ежем. Ну, короче, как бы, разница небольшая, копейки, ну, просто осадочек такой неприятный. Вот, а так и с приключением ничего такого не было. Все пришли домой, легли спать. Чтобы спокойно было, что было бы сегодня с утра поехать, то, как видите, не сложилось. Не сложилось, да, может быть, дети... Да, они подумали, единственное, что, да, Аленка, здравый мастер, как говорится, какой-то поста, что можно было перенести, тогда попробовать эту машину за завтра. Тогда и завтра, и завтра, да, и завтра. Сегодня магазин, а завтра... Да, 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 еще как-то никто не подумал, но как есть уже. Мы говорили с Геннессом, вот, говорили, что город очень сильно, Анталия, разросся. Очень большие цены на все, в принципе, недвижимость здесь, по сравнению с тем, что там было, допустим, те же самые, 10, больше лет назад. Вот, и... Но инфраструктура не поспевает за тем количеством жителей, которые здесь, как бы, приезжают, обживаются, да, и он уже не становится настолько комфортным, и, типа, по его словам, он-то переоцененный такой город, и уже многие другие города соседние, они, как бы, уже такие тоже подбираются, и там уже у них уже цены более приемлемые и удобнее жить. Вот, посмотрите, горы. Вот там горы красивые, да. Почему Алена скучала по горам? Очень другие горы. Не такие, как на Крите, но я так скучала, видишь, по горам, вот в этом Эксиде, где мы были, в городке. Мы там плавали, но там более такая, просто холмистая, скажем так, как это там, ландшафт холмистая, и горы на фоне не видно. У меня такой утес горы. В общем, вот они. Ну вот, мы подходим, надо пойти, как-то стараться бы быстрее. Там сзади, за нами, там идет большая группа туристов. Все, вот там купили. Там куда? Там, там, куда. Вот этот вход, я помню. Парел, речка. Мастя, сколько эмоций уже, ничего не было еще. Вау! Рыба! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Костя, иди сюда. Расскажи, пожалуйста, тебе понравилось? А что ты видал? Какие рыбы ты видал? Каких рыб ты видал? Акула. Больше всего производство не акула. Я боюсь. У меня белые и черные глазки. Ну, я буду бояться. Ну вот, погуляли мы по аквапарку. Я думал, что будет дольше. Я тоже думал, что он будет дольше. Он неплохой. На самом деле, очень так есть, что экспозиция. Красиво все сделано. Там еще продавали до веса всякие паки чего-то. Там где-то там снежный, что-то там еще. На снежных горках что-то там. Ну, короче, там еще всякого. Все, короче, там самый дорогой билет я видел. Там что-то со всеми там шестью паком и всякими тематическими. Там 100 евро на взрослых. Там есть 3D очки. Полетать, это как виртуальная реальность, полетать на ковре-самолете. Там было снежные горки и вот деревушка такая, типа снегу погулять. Там было с рептилиями. Взяли там прокодилы, ба-ба-ба-ба. И кино какое-то там. Мама, у меня сердце болит. Сердце. Понятно. Вот. Так что, да, так, что хотелось чуть-чуть подольше как бы погулять. Мы так-то запланировали там до части, хотя бы провести как в зоопарке время. Ничего, зато мы сейчас пойдем покушаем и мы немножко прогуляемся по торговому центру. Это тоже неплохо. Потому что мы в этот торговый центр можем, ну, вряд ли вернемся. А если даже они предложат, мы скажем, да, они поехали в другой, потому что они хотели в другой. Короче, у нас 5 планы поменялись. Вот смотрите, это выжившие из той комнаты. Стоп, перешел оттуда и не стыд. У тебя норму себя сам чувствуешь? Норм? А я. Он отсидел трёхкасовой карантин. Ну вот такую вот машину мы сняли и планировали на ней отлично провести время. Вот, Гетос говорит, что она нулевая, да, Гетос нулевая? Вообще, да? Нулевая, она 329 километров и я приехал уже 15 километров. Вообще огонь. Она еще обкатки не сделала. Так что сейчас вот поедем, а какие планы покажем уже по месту? Когда-то здесь была нормальная автострадная дорога. Три полосы в одну сторону, но где-то 10 лет тому назад это... Сняли эту дорогу, сделали парк, посадили новые деревья и сделали эту вот такую каменную грусчатку и отдали это всё туристам. Так как построилась вторая объездная и все автобусы уже едут сюда. Да, автобусов здесь не пускают, только миников, которые привозят вот эти гостейшки, которые здесь есть туристов. Где-то через 2-2 минуты будем проезжать Краунплаза в гостиницу, которая есть ориентирована только на мусульманов. Там даже бассейн поделен на 2 части и разделить стенкой. Там женщины идут в одну сторону купаться, мужики в другую сторону купаться. И вся зона развлечения поделена на 2 части. Это для религиозных, да? Для мусульман, потому что Турция очень тоже сейчас инвестирует много денег в рекламу. И рекламирует Анталию именно в Саудийскую, Арабию, Лимию, Либанию. И инвестирует, и очень много рейсов. И Шерландс поставила, и приезжают мусульмане. Подожди, у самих турков, они же тоже мусульмане? Они тоже мусульмане, да. И они сами приезжают, но они как бы... Не такие. Да, они верующие. Есть места, где ты просто там поехал бы и там женщину в городе не встретил бы. И там есть очень... Официально многоженство здесь запрещено, но неофициально до сих пор в горах, в горах, короче, есть. Практикуется. Да, и есть, и те же многоженство и так далее. А здесь семь километров Канилты пляж. Самый крутой вот считается Анталии, потому что нету здесь букты, но вода прозрачная, красивая, чистая. Потому что сразу от моря приходит. Вода классная тоже была сегодня. Теплая, теплая. И чистая за счет того, что камни, она вообще прозрачная. Ну, сам знаешь, что это камни. Ну, такая желейная даже сегодня была такая. Видишь, вот, можешь поснимать кемпинг. Государственная земля, не разрешает никому, не продает. Просто кемпинг. И вот тут, если все равно посмотреть, номера почти 90% турецкие. А, то есть там и проходили мимо отеля, там тоже дальше. Да, есть, есть, да. Но 70% только турки, остальные 20% это те люди, которые просто снимают и путешествуют. Ну, есть и иностранцы. Где-то пять лет назад построили это большое апарт здание. Здесь продается апарт где-то за один квадратный метр, а двух тысяч евро начинается. И раскупили быстро, очень большая, хорошая инвестиция. Потому что вот эта улица считается как, ну, очень крутой район. Дорогой, здесь все дорого. Даже вот если, ну, посравнить по цене, да, Вы со скидкой платите за номер 90 евро. Да, я посмотрел, они там на такой номер стоят 180. Да, вот именно. Ну, и это нормально. Они и букинги так продают. Нету, что они там раскрутили, тут вот в ресепшн пришли. Нет, здесь, ну, вот и без all inclusive, а только завтраком. Да. Понимаешь, и вот это эти цели. А, нам сегодня фрукты привезли. Ну, они должны были вчера эти фрукты привезти, когда мы заселялись. Да. Потому что, ну, это должно быть. Да, комплимент, да. Но, как бы, и, ну, если мы там платили по 100 евро, грубо говоря, за выплату. За все, да. Или, да, ну, окей, мы, да, там достали комнату. Лучше, но не важно. Ну, 100 евро, короче, это тоже там агентская скидка и так далее. Ну, так он стоит там в Сиде около, около 200 евро, да, с all inclusive. И с там по аквапаркам, куча бассейнов, ресторанах и так далее. А здесь просто вот три звезды, без питания и, ну, ты видишь, полная гостиница. Нету свободных номеров. А нету даже, да? Там уезжают, приезжают. Как бы, ну, такого, что-то, ну, было, нет. Мы приезжаем на рейку, она обычно в это время уже сухая, но уже начали дожди. И да, и уже... Да, она падает прямо море. И вот здесь видно старые дороги. Вот здесь была одна сторона дороги, там была другая сторона. Ну, это автострада, да, по набережной. Мост оставили как бы. Мост оставили, да, не бомбардировали, не снимали. Как бы... Как красиво! Весной эта река поднимается на два метра, и тут такая река. Но здесь реки вот такие нет, ну, у них нет имен. А в Грецопчис? Ну, просто река и все, потому что это, ну, высыхающая. Ну, а тут... Канатная дорога. Да, это канат... Канатная дорога, Гопоры. И вот мы тут выезжаем, вот там круизный лайнер. Он вчера, вот когда вы были в городе, я сказал, что я смотрю, как он паркуется. Угу. Вот, а он... Два дня он стоит. Угу. Сегодня день экскурсии. Он будет ночевать, завтра утром уплывет в Аполланию. К ним уже туристический регион Кемер. Кемер делится на четыре туристические регионы его. Это Бельдиби, это Бельдиби один, Бельдиби два, Бельдиби три, Гёйнюк, и тогда сам Кемер, и тогда Чамила и Тикеров. Чамила еще имеет братика Кириш такой. Ну, и их разделяет, Чамила Большая разделяет река. На левой стороне сейчас будем проезжать и видеть остров. Остров называется Turtle. Черепахи. Черепахи, да. Потому что похож на черепаху. Но на нем, на нем есть остатки античного города тоже. Там была, ну, не деревня, но там вот сейчас очень много кораблей. Там просто они проплывают красиво, и просто остров рыбаки там живы. Но этот остров еще называется остров Крысиный, потому что название, ну, назвали его остров Крыс, потому что была очень большая буря, и пылыл корабль, ничего не было видно. Тучи, гроза, дождь и так далее, большие волны, корабль потерпели крушение. И, короче, крысы выпрыгнули из корабля, крысы имеют чувство, где земля. И, короче, они начали плыть острову и создавать этот звук, ну, цы-цы-цы. И, короче, все, кто выжил, поплыл за крысами, и почти все спаслись. Поэтому, короче, вот остров Крыс, черепахи и так далее. И вот это тоже место кемпинга. Сегодня суббота, запито турками местными, которые приезжают, привозят с собой большие самовары, варят чай, там делают, кушают на гриле какой-то фарш, там этот, тадана, кебаб крутят и так далее. Они так вот уикенды проводят. Здесь они построили, между прочим, новый порт такой. Так как Анталии не помещаются уже все корабли, которые, ну, которые для развлечения. Вот здесь построили порт просто кораблей для развлечения. Тут стоят яхты, и стоят и дорогие яхты, и дешевые яхты. Ну, можно посмотреть. И около острова много яхт, потому что там неряют, смотрят эти остатки и так далее. Остатки кораблей разрушены. Да, да, да. Ну и, конечно, античного города остатки. Эту дорогу много раз перестраивали. При мне мои работы три раза перестраивали. Здесь, когда начал, была вот эта дорога вот как эта, просто, ну, одна сторона вперед. Очень много аварии было, потому что турки очень любят скорость. Они гоняют, обгоняют, конечно, там, лоб-лоб встречаются, когда обгоняют и так далее. Построили очень много тоннелей. Когда тоннели были покороче, всегда шутили и загадывали желания. Нужно, когда въезжаешь оттуда, нужно закрывать глаза, загадывать желания и хлопать пока что, пока не кончится туня. Водитель тоже хлопал, да, пока не хочет. Да, водитель тоже хлопал. Поэтому много аварий было, да. Но, знаешь, в чем вот прикол. Каждую неделю я отправлял где-то 4-5 автобусов. Да. И каждый у моего автобуса всегда говорил, что вот, ну, это, ребята, сделайте так, загадайте желание, оно сбудется. Когда доедешь назад с этими самыми туристами, и ты спрашиваешь, ну, сбылось? И как минимум половина, ну, говорит, что да, сбылось. Половина, наверное, сбылось, но она просто, знаешь, стесняется сказать, что они вообще загадывали какую-то херню, ну, желание, потому что это все херня. Но когда ты едешь, ты приземлился в отпуск, они какие желания загадывают? Быстрее приехать в отель, чтобы отпуск отдалась, чтобы не было дождя, там, чтобы было все окей, отлично, там, ну, хорошо отдохнули и так далее. Они это загадывают, а это сбывается. Город здесь. Город Кемер, вы сейчас сказали. Город Кемер, самый старый город, курорт в этой стороне. В 1972 году открыли первую гостиницу, она до сих пор работает. Называется Turquise Hotel. И, как бы, хороший пятизвездочный отель. Хороший пятизвездочный отель. Главное, чтобы моего друга, хозяина одного отеля, папа, встречал туристов, туристов садили в автобус, но в те времена автобусы еще были без багажников, где класть чемоданы. Короче, туристов садили на автобус, автобус ехал, их заселяли в гостиницу. Короче, он с трактором из аэропорта полсутки вез этих чемоданах, в гостиницу. Это было, ну, вау. И вот, и мы заезжаем в главную улицу Кемера. Мы можем ехать направо, там, как бы, объездная. Вопрос, как они чемоданы везли назад, к самолету, чтобы не опоздать? Заранее это, говорю, запаковывался? Наверное, знаешь, в те времена еще в самолетах были в пять в день. Да. И, ну, не было, короче, такого большого проблемы. Кемер не распространяется вдоль побережья. Вот как я уехал двадцать лет тому назад, вот эти отели последние, так они и есть. Ну, нету там и заповедник, не можно, короче, здесь по этой стороне просто негде уже больше строить. Поэтому тут меняется не здание, только название отеля. Кто перекупает отель, кладет свое название. Например, Армас. Армас здесь был когда-то, Фаселис Роуз и так далее. Ну, как бы, будем проезжать отель, в котором останавливало Сало Пугачева, Киркоров, много еще российских звезд. Просто это первый пятизвездочный отель в Кемере, в этом регионе. И они очень любили этот отель. Там есть Киркоров Суит, Пугачева Суит. Так они так и называются. Они там останавливались и по их, короче, по их желаниям. Друзья, мы узнаем, почему дома перевернуты. Да, мы уже один раз такой дом видели в Анталии, ходили мимо и вот здесь опять в Кемере мы увидели такое. Тут закрыли ул. Улицу не могу провести вас. Там вот, если видно, Инферно, Аура и еще какой-то новый клуб, который меняет каждый год сезон названия. Но это самые крутые клубы в этом регионе. Там мы тусовались много-много раз. Почему дома перевернуты? Это мир вверх ногами почти каждым сейчас. И Польша очень популярна, и в Лате я видел уже такие дома. Это просто дом, который стоит вверх ногами, платит билетом 5-10 евро, и ты можешь сфоткаться, знаешь, когда ты вот стоишь, держишь так в лозе. Это развлечение, просто никакого смысла. Просто в развлечении. Ну, просто есть какая-то фирма сделала патент и продает бизнес-иде. И эти дома очень популярны. Ну, особенно и на Инстаграмах очень много всяких приколов, где, ну, и так далее. В каждом городке, в центре, где есть, около вокзала, либо в центре есть памятник стоит. Это не Ленин, это Мустафа Кемалер-Татюк. Это вождь, военный вождь, который создал Турцию. В 1923-м, наверное, если хорошо помню. В общем, да, потому что в этом году столетие же Турции точно, в 23-м. Хорошо помню еще. И Мустафа Кемаль это был Мустафа первое имя, второе Кемаль. Ата Тюрк уже ему добавили сами люди. Ата есть папа, а Тюрк это папа турков. И он, короче, есть хозяин, не хозяином, создателем этого флага турецкого. Потому что, когда они победили в остальную войну за независимость Турции, он шел по полю, и луна была вот такая. И в луже крови как раз он увидел, вау, красная лужа, такая луна и звезда. И это родилась так флаг Турции. Да. И он был очень-очень чувак европейский. Он принял закон не носить, а отказаться от платков для женщин. Женщин при нем... Турция была... Светское государство. Да, 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 да. Турецкое государство. Короче, женщины могли голосовать. Это была пятая страна в Европе, которая разрешила женщинам голосовать. Прикиньте, мусульманская страна, в которой, короче, женщины, сравняя мужиками, пошли в школу, сняли платки и пошли, короче, голосовать. Они могли идти тусоваться, там, ну, очень круто он все сделал, но потом опять радикализм возвращается, ну, люди спились. Ну, когда даешь свободу людям, люди, ну, ее не ценят, да. Сейчас будем подниматься на какую-то гору. Да. Ну, тут гора... Тут... Эта гора разделяет Кириш, городок, и сам Киньяк. И отсюда очень красивая панорама открывается. И тут молодые гиды и парни турецкие привозят всегда туристок. Показывать им красивую поменаду. И туристки, конечно, вау, говорят, как красиво, и так далее. Но турки всегда имеют одну только мысль, как спокнуть. Красиво сказать, да? И, короче, а наши же, ну, ломаются часто. Да. И бывало такие дела, что ты спишь, и два часа ночи звонят. Я не знаю, где я. Ну, и ты понимаешь, что не дала. Да. Дурак сразу злился и оставил. Да. Ты всегда спрашиваешь такой контрольный. Витры. Что ты видишь? Да. И я вижу то и то. Смотришь на часы. 15-20 минут буду. Да. Никуда не иди, ни с кем не говори. Жди. И, короче, так гиды становятся принцами, спасителями и за них делают работу. Вот, так что... Ну, конечно, и мы привозили тут. Там ни хрена не пойдем. Да. Я уже думал, ты меня на ту гору потащишь. Нет. Нет, столько времени нет. Ну, вот на этих, знаешь, сидишь, пиво пьешь, любуешься. Тут, там светло, тут темно. Не жарко уже. Звезды падают, не жарко, хорошо. И реально вся. Тут проходит ралли Кемера. Ага. Там видно большая площадка. Там делают тех, бывак, тех обслуживание этих раллей. Ага. Приехали. Вот там, там. Не это вот где видно, но вот еще вот. Следующий я вижу, да. Где, если приблизить, этот корабль видно чуть-чуть круизно. Ну да, вот там напротив получается. Да, да, напротив. Раскопки, раскопки, раскопки. Видите? Античный город. Античный город. Античный город славится тем, что, короче, здесь еще, здесь еще остался, ну, в хорошем почти состоянии, да? Да. Акведук. Там. У нас тут, короче, очень красивая бухта, пляж, и здесь вот эти все платят, чтобы здесь приехать и искупаться. Мы тут тоже, вот я хочу припарковаться не на солнышке, чтобы машинка не нагрелась, и мы пойдем погуляем по этому античному городу. Как город называется отлично? Фасилист. Фасилист. Отличный город Фасилист. Короче, или там. Слушай, давай там. Давай там. Ну вот, мы отлично в городе. Фасилист. Не расскажу историю там, вау, не помню ни хрена. Не расскажешь? Нет, там не будет никаких там, это, любви какой-нибудь. Акведук. Акведук. Акведук, это, вообще, очень сильно. Помогали строить. Знаменитый. Но, если честно, я очень тут, ну, как бы, удивлен, что идутся расходки, вот, моют и так далее. Это такое я тут вообще никогда в жизни не видел. Почему? Не знаю, да. А там, наверное, развалины старого города. Ты будешь плавать и видеть теперь, да? Да, так есть. Я говорю, так как сегодня суббота, и завтра, и сегодня здесь очень много будет людей, местных особенно. Которые вот уезжают, варят чай, там пьет. Идет, идет, выбирает, играет, ну, как вообще. Проводят деревья. Ну, вот, мы покупались. Посмотрели. Старо эти 4 разрушительный город. А сейчас мы приехали в горы, поездить рыбу, да. Здесь рыбный ресторан на берегу реки. Горный. Вот. Так что сейчас чуть-чуть у нас будет легкий такой рыбный перекурс. Место очень обычное. Как видите, мы сидим посреди аквариума. Внизу плавают карпы, они же золотые рыбки. Вот. Дальше Гедас говорит, что вот это, в принципе, рыбная ферма вся идет. То есть, это горная река, и они там, есть отдельные отсеки, они там выращивают рыбу. Бассейны, да. Бассейны, да. Выращивают рыбу. Форель обычно, да? Да, форель, форель. Вот, да. И потом, как бы, здесь, сколько прямо, есть такой action, типа, в виде ловли. Что-то ты можешь поймать на стол, типа, как бы... Форелевник. Форелевника поймать форелик, который тебе приготовит. Вот она большая какая, ты видел? Мы как-то увлеклись. Тут была рыба. Да, нет. Но здесь были закуски. Здесь были йогурты. Что ты говоришь? Вот что за чего нет. Йогуртовой какой-то. С мятой. С мятой. Здесь была овощная какая-то. Баклажан, паприка. Баклажан, паприка. Здесь была паприка. Аджика. Аджика. Здесь был вкусный хумус. Хлебушек были очень вкусные по маске. Очень вкусные по маске. Да, но это вот второе место, где очень вкусный хумус в Турции. Тачка не умеет делать. Вот. И сейчас Геда ждет свою рыбку. Я уже с ней все съел. Аленка доедает. Мы с Костиком делимся. С Костиком. Да. Рыба очень вкусная. Свежая. Только что вылубленная. При нас поймали. Разделали. На стол положили. В общем, мы все покушали. Очень вкусно. Очень недорого. Мы за все заплатили на евро. 50 евро. 50 евро. Мы заплатили за все. Да. За три вот такие большие рыбы. А с ними покажем рыбу. Да. Взяли закуски. Три рыбы вот на гриле. Два пива. Костя чаемничал там. И... Что это самое? Как будто газировка. Очень хорошо посиделем. Отлично. Вот. Сейчас подвигаемся назад. Приедем домой и опять пойдем есть. И опять пойдем есть. А потом я такая думаю, откуда у меня живот? Откуда у меня живот? Действительно. Да. Приехали назад в Анталью. Ааа... Сейчас... Сейчас мы идем на ужин. Я не знаю. Постебаем, не постебаем. На ужине у нас будет. какой-то туристы место ресторан местной до костюм машине укачала просто укачала при этом приезжаем и выдыхаем что-то тут крышка место поскольку нам принесли всякие помазки без хлеба не принесут мизая вот еще на сейчас попробовать этого тем эта штучка там всякие смесь разного чего кай и все вместе восхищение не вызывает ну типа норм норм очень много специя москва это гарану чем есть нужен вот мы заказали много-много барани хребрышек там детям просто там курица и супы вообще начали есть ничего не сняли вы принесите по маске это вот носик уже доедает супчик немножко давид поделился супчиком спасибо большое молодец а еще мы заказали чекен чопс вам чопс а может его говорю там и вот такая вот типа как пицца тонкая на тонком лаважа и в общем и мы сейчас будем с этом дело пробовать я очень надеюсь на вам чопс учитывая что здесь стоит 10 вот это вкусная штучка мне нравится украинцев мясо томаты наверно нет это просто тонкий лавашок с на мазочкой очень кислой да чуть-чуть пень нам принесли еду все очень вкусно мне соль не хватает сейчас и мультика варкеса корелла за кого немножко курицы для гостя я делал дешка пищу не так я заказал десертик попробовать костя десертик ну вот ребята мы заканчиваем наше пиршество все это значит у нас было три порции бараньих реобрыжек курочка была на гриле супчик рис эти самые закуски и десерт вино чай вода у нас вода нарвала бесплатно на заплату 2 260 это сейчас нам гендерс быстро переведет это пример например 70 евро бинго так что все завтра у нас шопинг кстати я не думаю что мы будем снимать шопинг ребят не будет у нас пошли никак не везучим и как берем камеру послать шопинг так ничего не покупаем поэтому ссоре мы не будем это камера над шопинг и снимем наверно мы только вечером ужин потому что гедос нас поведет в шикарный ресторан он потом все расскажет вам на 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 наше сегодняшний отпуск гедос наш этот гид да а это три гринча да даже он классно подбирает путевки очень очень выгодно если что ладненько все на сегодня всем